У нашей школы есть такой термин, как уровень нормы. Уровень нормы – это такой уровень, ниже которого опускаться нельзя, в плане качества проработки своих работ. То есть, можем сейчас даже, у нас, я смотрю, время остается, просмотреть, допустим, у нас есть тоже классический пример – строительство домов из брукса. Давайте прокликаем первые несколько сайтов из поисковой выдачи. Ну пусть и рекламу тоже захватим. Типичный сайт. Да, экран уже нужно показать, секундочку, сейчас. Вот. Алина на секундочку пропадет у нас, хотя нет, не пропадет. Сейчас я вот так вот поставлю наверх. Отлично. Это типичный представитель Russian Web Design. Куча информации навалено, непонятно, на что смотреть. Визуальная стилистика здесь, скорее всего, не прорабатывалась вообще никак. Приятно ли смотреть на такие сайты? Ну, скорее всего, нет. Если мы посмотрим другие аналогичные, мы увидим примерно все те же проблемы, все те же проблемные места. Слишком пестрая графика, слишком нагруженные блоки. Стилистика не подобрана под, в общем-то, тему строительства. Фотографии некачественные. Огромная обилие визуальных образов. Визуальных доминант. Одной конкретной визуальной доминанта нет. И с точки зрения эстетики тут тоже все из рук вон плохо. К чему можно примерно, на какой уровень нужно приблизительно ориентироваться? Я сейчас открою работы, лучшие работы наших выпускников, студентов. Группа VDI интенсив по веб-дизайну. У нас есть фотоальбомы, лучшие. Ну вот, в частности, как здесь. Четко закреплены углы. То есть, я говорю сейчас про этот логотип. Правильно подобран размер шрифта, то есть, не рябит ничего, не отвлекает нас от сути. Один четкий и главный дескриптор. Оформляем в витрины. Визуальная коммуникация в ритейле. Сначала я прочитал заголовок, оформляем в витрины. Затем уже второстепенную информацию, которая вынесена в бирку. Прикольная фотка. То есть, примерно понятно, как это будет выглядеть. Кнопка подробнее, целевое действие. Дальше уже мы начинаем подробно человеку рассказывать, как будет выглядеть его витрина. Даем проработанный визуал. Чистый, эстетичный. И информационно ценный. Качественные фотографии. Высокая глубина проработки. Ну и в конце закрываем клиента на покупку. Контакты и элитформа. Это тот уровень, на который нужно ориентироваться. И вопрос, как выйти на такой уровень и что для этого нужно. У нас в нашей школе есть, как я уже говорил, есть такой термин, как уровень нормы. Это тот уровень, ниже которого делать нельзя свои работы. И уровень нормы должен стать вашей площадкой. От которой вы будете отталкиваться. Как выйти на этот уровень нормы? Ежедневно просматривать. Уделять 20. Я рекомендую уделять даже по 40 минут в день. Можно по часу. Можно два раза в день. Допустим, утром 30 минут, вечером 30 минут. Как зарядка. В два подхода. Да, в два подхода. Два подхода по 20. Я периодически даже, я когда вообще втекал в эту тему всю, я на протяжении всего дня просто по 10 минут мог заходить на BeHands, допустим, на какие-то площадки. И смотрел, какие работы, какие тренды существуют там. То есть, обратите внимание, даже на те работы, которые здесь представлены, они все чистые, лаконичные, понятные. Визуальная концепция здесь единая на протяжении всей работы. Аккуратная типографика, аккуратная работа со смыслами. И как, в общем-то, на нее выйти? Это смотреть, разбирать, сохранять себе в закладке. Разбирать. Конкретно берете работу, ну, допустим, вот с этим смартфоном. Или работу вот слева, которая первая стоит. Берете и пробуете разложить ее на составные части. А что нужно сделать для того, чтобы такую работу реализовать? Ну, и второй момент, конечно, это регулярное посещение площадок BeHands, Dribble. OnePageLove, SiteInspire. Мы эти ссылки, Лен, дадим, наверное, потом в рекомендации? Да, я думаю, что, ребят, кому нужно получить ссылки на сайты портала, где можно прокачивать свой уровень нормы, напишите в сообщество, и мы обязательно вам их сразу же отправим. Да. Типичный, наверное, такой типичный сток, работав не из уровня нормы, это WebLancer и FL.ru. Поскольку там очень много дизайнеров, новичков или некомпетентных просто дизайнеров. Я, конечно, ни в коем случае не хочу ничьей работы обидеть. Там есть и вполне неплохие дизайнеры, и программисты, и другие специалисты. Но в основном весь поток – это работы с низкой проработкой визуальной части, которые не являются уровнем нормы. И есть еще один лайфхак, который выработан тоже на протяжении нескольких лет занятием дизайном. Это разбор и копирование этой работы. Копирование – это не в том смысле, что вы получаете реальный заказ и идете просто и копируете эту работу и продаете ее клиенту. Вы должны копировать ее в целях своего обучения. И в данном случае разбор работ. Анализируете, что хорошо, что нравится. Почему здесь на этом экране машинка затонирована в темный цвет? Почему кнопка здесь покрашена в оранжевый цвет? Чтобы она была визуально отличной, визуально заметной. Почему кнопки И-19 поставлены в левые и нижние края? Потому что они уравновешивают макет в данном случае. Как это сделано? Почему это так сделано? Анализируете изображение, форму, геометрию, композицию, типографику, цвет. И обязательно, что можно улучшить. Это как раз, опять же, возвращаясь к этой работе со спиной. Мы, в принципе, сделали значительное улучшение для этого макета. Но ведь его можно улучшать и дальше. И анализируете даже свою работу. Она может у вас отлежаться буквально по несколько дней. А потом вы к ней снова возвращаетесь. И, как я уже говорил, копируете в день от одного до трех экранов, либо мобильные приложения, сайты. И важно не обрисовывать эти макеты. То есть, можете распечатать его, можете на мониторе рядышком открыть. И просто старайтесь тренировать глазомер. Тренируя глазомер и работая по основным площадкам. По бихенсу, по дриблу, по сайтенспейеру. Вы тренируете раз и глазомер, и насмотренность. Насмотренность для профессионального дизайнера – это ключевой фактор, к которому нужно прийти. Плюс такого подхода, то что вам придется разбираться в мелочах, в тонких деталях. И вы перестанете рисовать огромные непропорциональные кнопки, делать разваливающиеся композиции. И ваши макеты обретут, в общем-то, законченный, готовый формат. Важно еще сказать, что, наверное, копии же не надо выкладывать в портфолио. Нет, нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Копии должны остаться только у вас на жестком диске. К ним, да, вы можете возвращаться, если хотите кому-то показать. Но никуда ни на бихенс, ни в портфолио свои, никуда нельзя выкладывать за это. Как правило, серьезные потом вас ждут санкции и проблемы.